Здравствуйте, уважаемые телезрители! С огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Фауст Миндлин, актер, известный режиссер, человек много снимался в кино, публицист, писатель, огромное количество изданий, в которых он был отмечен своими публикациями, плюс книгу недавно написал и к тому же пишет еще две книги, материалов у него огромное множество. Я очень боюсь, что в 25 минут мы сегодня не поместимся, поэтому сразу говорю об истории театра, вообще театра в Одессе и вообще театра в нашей стране. Он занимается очень много, материалов у него очень много, очень интересных, так что я думаю, мы обязательно будем еще делать такие передачи, посвященные истории театра. Ну, как говорится, всегда мы ищем оправдания, а вот какой же информационный повод нашей сегодняшней встречи? А информационный повод? 31 буквально января пришло сообщение о том, что Фауст стал победителем конкурса автора года сетевого портала «Заметки по еврейской истории» журнала «Семь искусств» «Общество любителей еврейской старины». За подписью диплом пришел, за подписью главную... Ну, собственно, диплом еще не пришел, да? Пока только фотографии вы есть. Фотография диплома пришла. И было написано автором. Он в пути. Он номерной какой-то, непростой, симпатичный. Я же хочу его уже поддержать. Ну, во всяком случае, у тебя на страничке в Фейсбуке можно на него посмотреть. За подписью главного редактора «Альманаха еврейская старина» Евгения Берковича. Так что искренне поздравляем. Спасибо. Вот. Действительно заслуженная, так сказать, такая награда. Ну, и говоря вообще о том, чем занимается Фауст, тут, наверное, я могу до конца эфира ему, так сказать, и слова не давать. Потому что помимо того, что... Ну, это время. Вот я перечислил. Я не дам. Да. Он жил в ряд огромного множества различных международных фестивалей. У него есть гран-при, есть лучшую мужскую роль, и ставит спектакли и так далее. Это человек всеядный, что называется. Но сегодня мы решили так коснуться истории, может быть, даже где-то сделать такую небольшую закидку на будущую передачу. Пусть сегодня будет немножко неряшливый такой эфир, но это как бы как... Это нормально. Эпилог такой, да? Это нормально. Итак, что вот это за материал, который получил вот этот приз? Ну, как я дошел до жизни такой. Я решила о книге, о которой мы сейчас говорим. Да, публикаций было много. Это и Альманаха Дерибасовская, и Решильевская. И много раз... И спасибо огромное Геннадию Коценову за публикации в его совершенно уникальном, прекрасном Альманахе Морье. Это Москва, седьмые Михайловские чтения. Вот. И с публикацией в Украинском театре. И много чего. Много чего. И интернетовские в том числе. Значит, ну, была книга, ну, были лекции, были статьи, было всего не перечислить. Была книга. Вот она у меня в руках. И она оказалась, в общем-то, первой книгой подобного рода в Одессе за всю историю при наличии большого количества людей, имеющих на них, в общем случае, продекларировавших свое право на создание истории. Я что-то боялся, нервничал, переживал. Я об этом говорил, что люди, имеющие все права, и сделают эту историю, создадут. Я ждал, ждал, пока не посмотрел свой паспорт. Я понял, что ждать, наверное, все-таки можно, но не так много времени остается. И я рискнул писать. Это было первое издание. Такой этюд, скажем, к той работе, которую публиковал Суберкович, не совсем по-другому выглядит. Ну, вообще, само обращение к истории театра, оно же не случайно. Дело в том, что ты же вырос в театральной семье с дедушкой, бабушкой. Родители имели непосредственное отношение. Вот, кстати, тоже один из раритетов, который я вот так осторожненько приподниму, это вот сохранившаяся единственная афиша Одесского еврейского театра передвижного. Уникальная совершенно афиша. Она с трудом уцелела, вообще уцелела благодаря тому, что просто где-то лежала возле печки. И те налетчики, которые делали обыск, они просто ее не заметили и затоптали. И не принялись за документ, который требует уничтожения. Она была, по их мнению, уже уничтожена. Это единственная афиша, вообще существующая я. Ее не найдете ни в каком музее, она есть у меня. Когда дед вернулся из лагеря, я сейчас об этом расскажу, добрые люди, которые сохранили те обрывки о его жизни, о том, чему посвятил свою жизнь, эту афишу передали нам. Она оказалась потом теперь уже у меня, когда все ушли, остался я. Теперь она осталась у меня. И многие из этих имен, которые здесь перечислены, наверное, в этой афишу... Я с ними знаком был. Знаком был. Знаком в детстве еще. Это та среда, в которой, собственно, ты выросла. Совершенно верно. Вот дело даже не только в том, что я был с ними знаком. Я могу об этом... Но об этом нужно же как-то рассказать. Ну как? Что это за знакомство было? Ведь знакомство, знакомство, рознь. Я что-то начал понимать очень поздно. Я все время сталкивал жизнь, я сталкивался с еврейским театром. Я не знал, что это какие-то знаки. Когда мы жили в коммунальной квартире на Приморском бульваре, у нас был свой театр. О театре, кстати говоря, у нас был замечательный. Коммуналка была уникальная. Мы все жили по другому поводу и по другому. По этой коммунальной квартире к нам не относилась. То, к карикатурным изображениям. У нас был свой театр детский. У нас была своя стенгазета. Это было совершенно... Об этом стоит писать. Я, может, ему пишу что-нибудь. И был свой детский театр, которым руководила моя мама. Она актриса по образованию. Училась у Михоэлса. Я, конечно, был помощником режиссера. А труппа какая у нас была. Мила Гвоздикова. Наташа Гвоздикова. И Мила до этого ее старшая сестра. Артистка известна. Наташа Гвоздикова. Боря Блох. Профессор. Пианист известнейший. Это вот мы и друзья детства. Мила Демченко. Редатор Одесской киностудии. Люда Сорока. Потом Мякишева. Солистская оперета. «Царство и небесное». Ну, в общем, такая труппа была серьезная. Мы с театром сталкивались. Я вообще не относился к тому, что вот мама, артистка какого-то. Я это не очень... Да ладно. Хотя мама выступала на нашей кухне с детскими программами. Все праздники были. И вот в нашей квартире, в нашей комнате появлялись в Риме-триме люди, которые казались мне каким-то... Это были артисты еврейского театра. Разгромленного. Половина из них прошла через лагеря. А кто-то не вернулся вообще. Они были какие-то... Они мне казались не какими-то личностями, которые стоили обращать внимание. Они были какие-то серые, пыльные. Они говорили шептом, скрывая от меня какую-то... Какие-то вещи, которые я не должен... Они и так уже пострадали. Пусть я сохранюсь. Они... Это была какая-то сходка. Это какой-то полуподпольный был кружок, который мы там в карикатурных фильмах о революции наблюдаем. Потом по одному раз ходили. Вот такая штука. Потом была какая-то... Опять сигнал о еврейском театре. Я начал говорить... Мама артистка еврейского... И с меня начали... Вдруг иногда я даже не осознавал, но потом удивлялся. Мама как-то вдруг преображалась, что-то делала. Я не узнавал ее. Но как-то делала так, чего я не видел никогда ни у кого. Потом я учился в институте. И там был такой предмет замечательный. Театр народа в СССР. А я сказал, что знаю что-то... Что вы говорите, сказали педагогики. Это было неизвестное для них знание. Поменялись местами. И я докладывал. Такого семинара делали. Кто ничего не знает. Я стал гордиться, как мне казалось, знаниями. Мадуал щеки. Я имел отношение к этой. У нас был небольшой домашний архив и так далее. Потом, когда уже мы поставили спектакль, я шагали. Я перескакиваю, но иначе не получится. И поехали с ним во Львов на еврейский фестиваль «Золотой лев». Во Львове мощнейший, международный, большой. И я докладывал там... Это было на сцене первого украинского театра для детей и юношек. Ну, в общем, тюз. На этой сцене мы работали. Я открывал от нашего делегации слово к фестивалю. Мне поручил Туманов, царство ему невестное, постановщик нашего спектакля. Владимир Владимирович, я что-то сказал. Мама работала во Львове после московского театрального еврейского училища. Научился у Михоэлса. Я решил на этом построить свою речь. Как-то очень горд был собой. Мне показалось, что удачный. Похлопали как-то. Потом устроитель фестиваля, один из них подошел ко мне и сказал. Прекрасно. А знаете ли вы, где находился тот самый еврейский театр, где работала ваша мама? Я сказал, да откуда же. Так вы сейчас стояли на ее месте. Что было со мной, а на следующий день я ходил по ее мизанцинам. И с тех пор, вот именно с тех пор, я перестал относиться к этим своим кажущимся знаниям и прочим вещам. С таким вот удовольствием и надуванием щек я ни черта не знал. Да и не сказать, что я сейчас все знаю. Но я знаю гораздо больше, чем знают многие. Мне нужно об этом рассказать. Потому что, кого я не спрашивал, с театра, да что-то мы слышали. Там такой Михоэлс, и путаюсь с Мейерхольдом, и делаю что угодно с этим. Или просто нелюбопытно, да именно маловерие, что это было. Да что-то было. Не что-то было. Это было явление 45 профессиональных театров. Училище в столице. Под руководством таких мастеров, как Михоэлс и Зузкин. Пресса, критики. Это огромный массив, составляющая не только нашей многонациональной культуры, но и мировой. И достижения были мирового уровня. И судьбы были невероятные. Судьбы взять хотя бы, я не знаю, я тоже буду перескакивать, а взять судьбу деда. Судьбу деда, два слова буквально, хотя мне стыдно говорить о деде, потому что дед был одним из знаковых, он входил в это число режиссеров и деятелей еврейского театра профессионального. А давай тут у меня есть фотографии, которые я с рук покажу. Тут и мама, по-моему, есть. Ну не только, он был и киноартистом. Заодно вот расскажешь, что это за фотографии. Как бы мне их... А вот... Сейчас будет, да, сейчас будет никогда не видно. Сейчас попробую. Но дед был известным артистом, который... Ну, это кадры из фильма «Наивный портной», где дед играл главную роль на одесской кинофабрике «ВУВКУ» такая была. А партнерами были Солнцева, Разумовская. А дед был в главной роли. Потом этот фильм был здесь запрещен, продан в Америку за приличную валюту, получил какой-то лауреатство, о чем участники этого фильма никогда не знали. А вот фотография еврейского театра, да? Это один из театров, которым руководил дед, Смоленск, западная область, ну, захватывали территорию, территорию Белоруссии была. Ну и вот он здесь справа. Одна из любимых ролей деда, Теви Молочник, вот, и артист Белошицкий в роли Перчика. Это гастрольная афиша, какого гастрольная, стационарная. Театр вернулся, одесский еврейский театр, находился в Балтии, это рядом, 250 километров. И, ну, это мама, это училище. 42-й год, первый курс в Ташкенте Михаилович набирал училище. Курс набирал в училище. Мама уже актриса нашего одесского театра. Вот она со своим педагогом Азархой Грановской, это супруга основателя Гассета Грановского. Вот такие были педагоги. Ну, это я в театре, что-то уже говорить на фоне сказанного о деде и маме. Подхватил я эти фотографии. Какие-то нет. Это Роман Исаакович Бродавка написал потрясающе симпатичнейшую пьесу. Это кукла из его спектакля. Случайно, я не готовился. Это то, что никто не знает. Ну, ты мне из пачки просто выхватил несколько фотографий, чтобы показать. Вот мы эти вот... Это обратная сторона театра кукол, да? Вот дети обожают смотреть, как это. Вот это вот таким образом и происходило. Да, дед. Дед вступил на профессиональную стезю актерскую еще в 16-м году с блистательными, легендарными артистами. Гастролирование доходили до Урала и так далее. Дед воевал, был первым в районе, был комиссован год. Я не знаю, что случилось. Он остался жив, но и слава богу. И он увлекся театром. Не имея никаких привлений, семья-то не имела ничего. Дед был кормильцем, с 13-ти лет он портняжил и пел в хоре. А потом этих участников хора задействовали проезжавшие трупы. И дед увлекся и решил так посвятить. И он вступил в одну из труп, где театр был закрыт, зона боевых действий уже приближалась. Это было запрещено. Иддер был похож на немецкий. Одним словом, ни черта там не получилось. И вот только в 17-м году, когда дед вернулся в родной город Витебск, и организовал там первый государственный еврейский театр из рабочих. Таких же сумасшедших, как он людей им руководил. С помощью Шагала, с которым был знаком. Шагал приехал в Витебск с мандатом Луны Чарского, уполномоченный по делам искусств. Они были знакомы до этого, город был маленький и поле деятельности. И дед руководил за свою жизнь многими театрами. Бакинским, Одесским, Харьковским, Киевским, с диким количеством коллективов. Он потом, после присоединения территории Белостокским театром, многими-многими-многими театрами руководил, был ярким артистом, снимался в кино, учил. В общем, это была замечательная жизнь. Казалось бы, у него уготовлена была прекрасная судьба, он был востребован. Казалось бы, да и не только у него. Потом это явление, в которое входил дед, было вырублено, потому что по одному делу проходил Лерма Друкер, одесский блестящий писатель, написавший Столярском в романе «Музыканты». Они проходили по одному делу, но были разбросаны по разным лагерям. Друкер был в Магадане, дед был в Иркутской области. Всем места хватило. Они шли эшелонами, десятки тысяч людей. Эшелонами, эшелонами, эшелонами. Выживали случайно. Дед вышел тоже случайно. Но в лагере дед помогал выживать самому себе театром и своим друзьям. Он пел по ночам в этом бараке, рассказывал какие-то истории. И вот однажды, когда стало уже какое-то послабление, когда умер Сталина, их не выпускали. Началось соревнование между начальниками лагерей, а интеллигенция была набита под завязку. Причем отборнейшие музыканты, артисты, режиссеры, писатели. Каждый серендовался. Тот хор организовал, тот что-то еще. Вся литература, а гулагия в истории, она перечисляет. Было не одно количество театров, созданных непосредственно в лагерях. А эти шарашки знаменитые, из которых ученые. Да, это отдельная история. Вообще, театров гетто в Германии, в Германии, фашистской, существовали еврейские театры, назывались они средства концентрации контингента. И вот начальнику лагеря, им это пришла в голову мысль переплюнуть всех. И он организовал еврейский театр. А там были только мужчины. И вернулись к традициям еврейского театра, где играли только мужчины. И женские роли тоже. Дед, конечно, говорит. И он получил награду выше, чем орден. Ему разрешили взять карандаш, обрывок бумаги. И он мог что-то написать. И получить ответ. Это же... Вот такие... Вот цена таланта. Вот он. Дед вернулся. Поздно. Их было чудовищно много. Выпускали партиями. Он в скорости после лагеря умер. А я не знал. У меня никогда не было деда. И вот он появился. Он ушел. Он пытался что-то еще сделать. Вот тогда и появлялись эти пыльные люди в нашей квартире. В общем, да. Но мама по-другому слышала. Тоже трагическая судьба. Мама... Она хотела быть артисткой. Она пала в Москву. Все дадут в Москву. И она там в народных театрах разных... В Москве блистала. Именно руководила. Или интересные режиссеры. И снималась даже в кино. В 1938 году, если не ошибаюсь. Девушка... Господи. Фильм с Серовой. Девушка... Не девушка без адреса. Или я ошибаюсь. Вот был такой фильм. И приехала из далеких сибирских мест. У нас девушка. И вот там магазин мехов. Там примеряет. Вот Елена Серова. И одной из этих девушек была моя мама. А потом она работала машинисткой. Их эвакуировали в Ташкин. И там Михоэлс в 1942 году. Организовал набор в училище. Там у меня сохранилась... У меня не только фотографии. У меня масса самых разных документов. Там есть такая штука. 1942 год. Ноябрь. Ночами девушки существовали. Они приглашали на вечеринку. Дорогая там Риточка Гендлин. Так-то, 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 так-то. Сегодня на вечеринку взять с собой сущие пустяки. И перечисляется все, что еще можно съесть. Ничего не было вообще недоступно. Стол, дрова, керосин, спички, скатерти. И дальше еще все. У них ничего этого не было. Они взять с собой. А так все есть. Они пели по госпиталям, эти девочки. Этот глубокий тыл. Это самые тяжелые. Там слепые, обожженные. Даже перед одним. Он уже умирает. Ему что-нибудь. Они со слезами... Она ничего не видела. Он хоть уходил. Как-то не тоскливо. Ни как собака брошена вокруг него. Кто-то был. Кто-то ему что-то... Какие-то вот такие. Они сцепив зубы. В слезах. В полумборщем состоянии. Они все равно делали... А ночами учились. И вот такие вечеринки организовывали. И вот прошла счастливая студенческая жизнь. Мама была очень успешной студенткой. Она играла классические репертуары. Это было всем... Хотелось праздника. Площайки, кинжалы, костюмеры. Они играли. Я предлагаю. Я уже вначале сказал, что вернемся в историю театра. И не только твоей семьи, но вообще театра Одесского. Потому что можешь так же часами говорить. А Буговы можешь говорить вообще о всех наших столпах, которые в Одесском театре работали. Но у нас 6 минут до окончания эфира хотелось бы еще... Вот так. Ну что хотят уйти? Да что такое? Время не движется вперед, оно уходит. Да. Вот. Еще одна из сторон твоей деятельности... Ты руководишь отделом артерапии. Отделением артерапии, да. Отделением артерапии, реабилитации детей-инвалидов в центре Бориса Литвака. Дом с ангелом. За эту работу, кстати, ты награжден золотым знаком ангел-милосердия. Из рук самого Бориса. Да, не случайно, потому что очень много, я не знаю, там тех магикан таких, как Фауст, осталось, наверное, там... Ну вот, 18 лет. У нас есть фотографии, да, вот, тех фестивалей, которые проводили... Да. Давай посмотрим фотографии. Да, посмотрим. Фестиваль уникальный, организовал Борис Дойчий Литвак в 2013 году, в 2013 году, для всех проблемных, особенно для детей Одессы. Мы не пропускаем ни одного человека, у нас масса интернатов. Так вот, мы охватываем все уникальные семена в этом. В разных номинациях машина огромная, машина счастливая, машина тяжелейшая и машина необходимая, она должна действовать, потому что мы, принимая по своему крылу, даем счастливый шанс, счастье творческого, быть заметными, увиденными, проявить себя. И вот черный экран, к сожалению, сейчас я этот момент специально попросил сделать, Борис Дойчу шел, основатель, душа фестиваля, и мы год не делали фестиваль, но это просто было невозможно, это было просто, ну так, те же, плохо, невозможно без Бориса Дойча. И мы в 2015 году все-таки решили вернуться к его детищу, уже памяти, фестиваль теперь памяти Бориса Дойча Литвака. Вот наши счастливые дети, мы уникальны еще тем, что, да, можно продолжить, давайте продолжаем, потому что вот, жизнь продолжается, и это происходит на площадках нашего центра, уникальность том, мы лечебное учреждение, и мы, не прекращая, не прерывая, не меняя ничего, разруливаем таким образом фестиваль, внутри процесса, у нас еще есть выставочный зал, поэтому и изобразительное искусство, поэтому у нас есть люди, которые, которых мы продолжили, после этого, у нас потрясающий мальчик, слепой, потрясающий, мы ему устроили концерт филармонии, записали ему диск первый в жизни, они наши дети и после фестиваля, они его теперь ждут, это один из ярчайших моментов для них продолжать жить, они знают, что им аплодируют, что это не какая-то, у них должно быть все то, что другие не замечают дети, и мы должны показать ей, насколько они прекрасны, насколько они, неискалеченное тело важно, не связанная речь и какие-то недостатки, а вот тот человеческий составляющий, который в нем находится, который нужно вытащить и поставить, и организовать, они способны на такие вещи, которые трудно себе представить, и мы даем этот шанс, и Борис Владимирович наставил, и мы, конечно же, это делаем, непременно. Четыре фестиваля провели, пятый юбилейный фестиваль был в прошлом году, впервые за пределами нашего дома, ходил два дня в Бэйгранте, без второго слова, литвокомцев, литвокомцам, извините, волну издали это сразу, без второго, они обеспечили всех участников всеми своими ресурсами, да помогали, сколько людей нам помогает, потому что, когда делаешь такое дело, наверное, это вызывает в каком-то уважении, интересы и желание помочь, и это прекрасно, мы обращаем внимание на эту группу детей, мы им помогаем, этим инструментом, и за это фестивали, вот все эти годы, как бы отвечаю я, в большей степени, в огромной степени, потому что приходится все это формировать, делать, организовать, вести, управлять. Вот, собственно говоря, я считаю, что какие-то, я не только этим занимаюсь, но мне кажется, что я занимаюсь чем-то очень важным, в случае так считают люди, и я горд, что у меня это получается. Но начал, начал это Борис Давыдович, и, как и многие вещи, которые происходили в доме, а сейчас мы живем без него, и, как говорится, если бы, можно бы, я говорил, может быть, это не очень дачная фраза, но я бы по-другому не могу сказать, если бы таких Литваков было бы еще несколько человек на город, на страну, другая страна была бы, другой город, другое, не хватает у нас Литваков, ох, не хватает, вот просто, нет таких людей, нет, нет, не знаю, появится ли, дай-то Бог, ох, вот такая удача в моей жизни произошла, в жизни этих людей, в жизни этого города, в жизни этих детей. Они, вот, посмотрите, вот, какими они были, вот, как они выглядят здесь, а что, она нормальная, прекрасная, замечательная, ведь это же кто-то сделал, это кто-то вытащил все это. Ведь мы приближаемся к цифре 30 тысяч человек, в прошлом, 30 тысяч, уникальная ситуация в нашем городе, это мы, я вам напечатал, что город уже ждет следующий фестиваль, мы готовимся, это чистая страница, начало следующего, мы в апреле взяли еще один фестиваль, конечно, конечно. Туда поближе, ко дню освобождения Одессы, и к твоему дню рождения, который как раз совпал с освобождением Одессы, между прочим. Я не отмечаю, 10 апреля ушел Борис Давыдович, и вот, в это, с 14-го года, я его не отмечаю, 10 апреля, в этот день нет. Но мы освещаем фестиваль и проводим, примерно, вот, сроки, плюс-минус, в эти, в память, в этот день стараемся попасть. Так что, скоро уже. Слушай, Фауэрс, время наше истекло, к сожалению. Но я пообещал в начале передачи, что мы обязательно еще встретимся. Только надо будет, наверное, уже нам четче сделать, так сказать, рубрика, что ли, да, вот по рубрикам разбить, о чем мы будем говорить, потому что надо вспоминать, не надо говорить об истории Одесского театра, надо говорить о тех знаковых людях, которые вот работали в театре. Надо, в конце концов, говорить о Борисе Давыдовиче, об этих детях. Совершенно верно. Много того, чем я был бы полезен, и какой-то информацией обладая, и инструментами, да. Чем мы и воспользуемся, времени больше нет. А давай. Но мы еще увидимся. Фауст Медлен был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.